Проводим обзор номера Огни Енисея, 23 июля, номер 30. Первая полоса у нас посвящена Дню кадастрового инженера. На первой полосе у нас кадастровый инженер МОП «Земля» Кирилл Филиппов. За работой! Вторая полоса газеты у нас традиционная рубрика «Герой номера». В этот раз героем стала Елена Князева. Елена работает в водоканале, подключает новых абонентов. Работа у нее интересная. Я думаю, что материал получился увлекательный. И рубрика «Пять дней не по поводу» посвящена Дню рождения растворимого кофе. Мы спрашивали у жителей города, какой кофе они предпочитают. Дальше у нас традиционные новости. Тема номера, которой посвящена первая полоса. Здесь рассказывается о том, какие у кадастровых инженеров обязанности, в чем сложности их работы. И здесь даже есть полезная информация о гаражной амнистии, так называемой, которая начнется с 1 сентября 2021 года. Поэтому материал полезный, рекомендуется к прочтению. Так, ну далее здесь краевые полосы. Рубрика «Семь дней», которую в этом номере провела Ольга Фролова. Это рубрика о событиях за прошедшую неделю. Начинается статья немножко грустно, потому что на той неделе ушел в последний путь Петр Мамонов, музыкант и актер. Рядом мы видим материал о приезде Евгения Гаврилова в Девногорск. Он провел встречи с директорами управляющей компании «Жилищник». Делал выводы о посещении. По заголовку видно, что хороший. Читайте в материале. Дальше здесь у нас продолжение прямой линии с главой Девногорска Сергеем Ивановичем Егоровым. Здесь у нас звонили к нам в редакцию. Жители Девногорска задавали своих вопросы. Сергей Иванович на них отвечал. А, ну, культурное событие. В Девногорске стартовал Енисейский экспресс. Событие очень значимое. Своими впечатлениями. Поделили респондентовой Е. Что там было интересного, можно прочитать статье. Инфолента. Ну, здесь как коротко о том, что произошло на минувшей неделе. Факты, которые нас удивили. Отставки. И баннеры. Поставьте прививку. Не поставьте, а сделайте прививку. Разворот. Разворот. В этот раз у нас вышел большой материал на развороте. Мы посетили поселок Слизнево. Посмотрели, что там интересного есть. Как живут люди. Какие у них проблемы. Что их волнует. Что наоборот радует. Ну, в целом, впечатления от поездки хорошие. Поселок нам понравился. Недочеты, конечно, есть. Ну, где их может не быть. Но это все легко поправимо. В отскресный обед. Тут что-то вкусненькое. Ржаные лепешки без дрожжей. Картофель запечен в духовке. Печень. Евгению Белоуссову, 75 лет. Так, ну, здесь материал, посвященный художественному музею. Открылась персональная выставка к юбилею мастера, стоявшего у истоков художественной и творческой жизни Тимногорска. Можно и статью прочитать, а потом еще и в музей сходить. Так, здесь у нас. Хотите вернуть молодость и здоровье? Это к нам. Уникальный проект. Физотерапия. Ну, я думаю, это будет интересно тем, кто заботится о здоровье. Православная страница, посвященная Руси. Так, здесь материал, посвященный Владимиру Высоцкому. И ниже у нас традиционная рубрика. Ваши, Наташа. Очередная увлекательная история. На этот раз пишет многодетная мама, у которой шестеро мальчишек с разницей в один-два года. Она делится своими переживаниями и просит помощи у Наташи. Так, ну, здесь статья больше предупредительного, наверное, характера. Что делать, если оператор связи списал деньги за ненужные подписки? Разбираемся в ситуации. И спрашиваем, как это быть у Роскомнадзора. Далее у нас цветная веселенькая полоса. Грибочки. Как их вырастить в огороде, если надоело ходить за ними в лес? Ну и все. Последняя полоса. Небольшой фото-взгляд. Пока мы фотографируем. Вы можете присылать нам ваши фотографии, если увидите что-то интересное. Покупайте нашу газету. Подписная кампания сейчас закончена. Газету вы можете приобрести в магазинах «Лукошка», «Исток», «Ирбис», «Набережная», «Павильон», «Первая остановка», «Чкалово» магазин, «Аптека», «Ларец», «Фрукты» у Камилы, «Меркурий», «Сюрприз», «Киоск» в администрации, «Магазин «Энисей», «Тутифрути» на набережной. «Бирь», «Магазин Диногорочка», «Магазин Синяя птица», «Магазин Ирис», «Магазин сперан». «Магазин сперан». «Магазин сперан». Продолжение следует...